Привет, меня зовут Николай, я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение, и иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след, и мыслями из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат, 10 фактов, 3 задачи из интересной книги. Сегодня у нас в гостях Джулия Эндерс с книгой «Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет нами?». Это, кажется, первый случай за почти вот уже 100 обзоров, когда мы в «Читай быстро» вплотную подобрались к физиологическим и околомедицинским вопросам функционирования нас и нашего организма. Все прошлые попытки заглянуть внутрь себя касались в основном головы, там сознание, бессознательное, а тут вот зашли, прошу прощения за каламбур, с другой стороны, со стороны «Очаровательного кишечника». Ну ладно, что скрывать, я впервые делаю обзор книги, весьма весомая часть которой отведена вопросом пищеварения, дефекации и всему такому. Такой вот удивительный год. Одно это, кажется, уже достойно того, чтобы наконец-то жамкнуть на эту красную прямоугольную кнопку с буквами, выстроенными в слово «подписаться» и перекрасить ее в серый цвет. Ну и колокольчик, комментарий, палец куда-нибудь вверх или вниз. Это все тоже как водится. Сегодня, кстати, снова обзор книги «Без вкусного вина», что фрустрирует немыслимо не только нашу подписчицу Наташу Зарееву, но и меня в том числе. Нужно с этим заканчивать, поэтому следующее обязательно будет с вином. Околомедицинская тематика, как в этой книге, это всегда очень щепетильный вопрос и в части критического осмысления информации, и в части правильности сделанных выводов после прочтения. Именно поэтому стоит отметить, что в этот раз, как никогда ранее, 10 фактов из книги будут категорически субъективны. Это просто мои заметки на полях из того, что больше всего бросилось в глаза при прочтении. Вся книга в паре предложений. Наше внутреннее физиологическое устройство все еще полно тайн в части причинно-следственных связей. Иногда мы с вами даже не подозреваем, как некоторые органы оказывают влияние на наше состояние, настроение, продолжительность и самое главное качество жизни. К одним из таких органов, на удивление обычного обывателя, как раз и относится кишечник. Например, оказывается, что именно он, а не кто-нибудь иной, вырабатывает серотонин, именуемый еще гормоном настроения или гормоном счастья. Рациональному потребителю вот этих вот стандартных медицинских услуг, которыми мы все с вами являемся. Например, скорее всего, тяжело будет смириться с тезисом про то, что брокколи может по своему положительному влиянию походить на антибиотик при лечении повышенной кислотности и вот тому подобными тезисами из книги. Однако, это как бы не отменяет самого факта существования книги и того, что на ее обложке черным по коричневому весьма претенциозно выведено, что это самая популярная нонфикшн-книга континентальной Европы. Могли ли мы такое пропустить? Конечно же, нет. Так, это на самом деле или нет? Давайте попробуем разобраться в 10 фактах из книги. Ну, а потом уже каждый сам для себя решит, стоит ли читать всю ее целиком. Могучий микробиом. Первый факт из книги. Удивительная штука. Если вот можете спросить у кого-нибудь из тех, кто не читал книгу и не видел эту презентацию, таких гораздо больше, чем тех, кто читал и видел, какой вес бактерий, живущих в кишечнике. И вы-то теперь знаете, что это 2 килограмма, а они не знают. Некоторые микроорганизмы, помимо того, что это просто какой-то, ну, на голову не налазящий вес, некоторые из них способны притуплять инстинкты самосохранения, притуплять или наоборот обострять чувство страха. По состоянию вот этих вот, вот этой микрофлоры, микробиома в вашем кишечнике можно определить ваш возраст, регион проживания, ну, понятно, принадлежность к полу, тип телосложения. Ну, и в целом, вот еще раз, понимая вес этих самых микроорганизмов, можно представить вообще их общее количество в кишечнике. И, кстати, если вы со времен уроков биологии не открывали картинку со строением кишечника, базируясь на тезисах из этой книги, я вам прям очень рекомендую это сделать. Потому что вы наглядно увидите и общую протяженность в метрах, и количество отделов, и многообразие процессов, в которых он задействован. Это все действительно поражает. Но особенно поражает то, что, кроме веса этого микробиома, внутри кишечника поражает то, что, по мнению автора, кишечник как раз содержит основной ключ к счастью и здоровью. В этом второй факт из книги. Гормоны, отвечающие за чувство радости, они формируются в том числе в клетках кишечника. Депрессия, поэтому является частым проявлением дисбаланса. В органах пищеварения. То есть мы-то все с вами чаще всего думаем, что депрессия, она в голове, а она чуточку в другом органе. Состояние иммунитета на 80% зависит от вашей микрофлоры, от микрофлоры вашего кишечника. И серотонин, тот самый, который гормон настроения, гормон счастья, он в больших количествах вырабатывается именно кишечником. Вот и стало понятно, почему изменение уровня серотонина провоцируется диетами, физическими упражнениями, а для выброса этого самого серотонина нужна глюкоза. Но и это еще не все. Микрофлора кишечника участвует, кроме всего прочего, в выработке цитокинов. Это такие белки иммунной системы, которые влияют в том числе и на мозг. А микробы в кишечнике вырабатывают вещества, которые влияют на гематоэнцефалический барьер. Ну, если так очень грубо, это фильтр между мозгом и кровеносной системой, который защищает наш мозг от всего вредного, что находится у нас в крови. Вот и получается, что если нашими действиями чаще всего управляет рациональное и мозг, то этот самый мозг и эта рацио в свою очередь защищает и оберегает кишечник. Следовательно, все наши поступки продиктованы, ну, как бы не головой, но об этом лучше не думать, чем продиктованы наши поступки. Давайте лучше поговорим о том, почему урчит живот. Мы привыкли ассоциировать бурление в животе с чувством голода. А на самом деле урчание — это тот самый естественный процесс переваривания пищи, когда организм наводит порядок в тонком кишечнике, и вот эта вот самая уборка, она очень такая подверженная вашему состоянию. Как только вы начинаете кушать что-либо, жевать и глотать, уборка тут же прекращается. И поэтому для остановки процесса урчания очень часто бывает достаточно просто одной жвачки, и в этот момент все замирают и ждут, пока вы наконец-то её проглотите или там съедите чего-нибудь сладенького. Потому что именно сладкая зависимость — это как раз четвёртый факт из этой книги. Писательница утверждает, что тяга к сладкому, она формируется бактериями в кишечнике. Если отказаться от употребления сладостей, то ни вы, ни ваш мозг, ни сознание или визуальные контакты с тортиком и Наполеоном, а именно бактерии, которые находятся в кишечнике, забывают вкус сладкого, и зависимость проходит. То есть вы спокойно можете смотреть на сладкое, и дальше его совершенно не хотите кушать. Но при этом всё, существуют также золотые правила приёма пищи. Пятый факт из книги. Эндерс говорит, что для того, чтобы оживить микрофлору кишечника, для того, чтобы вот этот могучий микробиом двухкилограммовый действовал слаженно и правильно, вы должны придерживаться следующих рекомендаций. Во-первых, значит, тщательно всегда пережёвывайте еду, тем самым, ну это нас ещё с детства учили, тем самым помогайте процессу пищеварения и тому, как быстро остатки пищи будут внутри у вас разлагаться. Употребляйте пищу в спокойном состоянии. Не кушайте во время усталости, нервного напряжения и, что забавно, когда замёрзли кисти и стопы. Ну и старайтесь кушать только когда у вас есть ощущение голода, а не когда вы пытаетесь вот это знаменитое заедать какие-то иные состояния. Если чуть отвлечься от самого кишечника, то в книге мне, кроме всего прочего, запомнился момент про шестой факт – опасность кухонной губки. Мы привыкли считать, что помытая посуда, она по умолчанию чистая и безопасная. Автор книги говорит, что жидкость для мытья посуды и губка не приносят ожидаемого эффекта и говорит, что результат мог бы быть аналогичен тому, если бы человек просто облезал тарелку. Но это как бы полбеды. Основная беда заключается в том, что губка с частицами пищи, она становится рассадником микробов, которые мы переносим с одной посуды на другую. И это представляет достаточно серьёзную опасность для здоровья. Вспомните, пожалуйста, как часто мы меняем губку, которой моем посуду. Скажу в лучших традициях таких вот историй. У меня есть один знакомый, который меняет губку, когда она больше пачкает и жирнит посуду в момент мытья, чем, собственно, моет. И это оказалось не просто неприятно, это очень опасно. Не делайте, как мой знакомый, а регулярно выкидывайте губки для мытья и помойте возможности новыми. Если при этом вы ищете ответ на вопрос, как часто вам нужно есть и после этого мыть посуду, то седьмой факт заключается в том, что диетологи, ну и, собственно, автор книги, рекомендуют делать перерывы около пяти часов между приёмами пищи. Конечно, точное время, вот, ровно 4.30 или, там, 3.27, это всё индивидуально, но при употреблении небольших порций вы можете сокращать перерывы до 2-3 часов, а во время сна, соответственно, интервал увеличивать. Кушать необходимо тогда, когда появляется явное чувство голода. То есть, если вы ещё не голодны, то приём пищи можно отложить, но это тоже нужно не доводить до абсурда и не есть уже, когда вы там полулежите в голодном обмороке. Почему важно именно вот такие интервалы? Всё потому, что в промежутках между приёмами пищи, как мы помним, вот это вот самое урчание живота, бактерии делают свою работу. И важно им не мешать, не устраивать перекусы с печеньками, там, с чаем и каким-нибудь вкусным тортиком или бутербродом. Потому что в момент вот этой вот загрузки еды, они, конечно, чаще всего прекращают свою работу. И потом им снова приходится стартовать после того, как вы прекратите есть. Ну и три финальных факта, которые показались мне просто забавными. Значит, это то вот о чём дисклеймер, который я говорил вначале, брокколи вместо антибиотика. И тут как бы странность заключается в том, что Джулия утверждает, что повышенная кислотность, которая приводит нас к гастритам и язвенным заболеваниям, она провоцируется бактериями Helicobacter pylori. И вот чтобы уничтожить этот вредный микроорганизм, очень часто применяются антибиотики. Она говорит, что для уничтожения микроорганизма Helicobacter pylori не нужны никакие антибиотики, а достаточно просто съесть фрукт, или это овощ, овощ, да, я прошу прощения, съесть овощ, в котором содержится сульфарафан. Это и есть брокколи. Замечают, что вот после употребления овоща в течение двух недель необходимо вам сделать замеры у врача, и микроорганизмы Helicobacter pylori развиваются на фоне как раз ослабленного иммунитета, после стрессов, инфекционных заболеваний. В общем, когда вот тот микробиом ослабевает в кишечнике. Девятый факт заключается в том, что мы все хотим кушать во время стресса. Знаменита эта фраза «заедать стресс». Это всё потому, что слюна, она содержит мощное обезболивающее, апиарафин. И в депрессивных состояниях организм вырабатывает больше слюны, как это ни удивительно, чем вызывает чувство голода. Ну и так называемая медвежья болезнь, страх как причина диареи. Десятый факт из книги. Очень часто диарея может быть последствием стресса или какого-нибудь очень сильного волнения, потому что при ощущении опасности, тревожности, взволнованности мозг посылает сигналы к кишечнику, и в этот момент организм говорит, окей, давайте всю энергию потратим на борьбу с угрозой. Там ликвидируем её, успокоимся или ещё чего-нибудь сделаем. И всасывание микроэлементов, которые должны обеспечить бесперебойную работу кишечника, останавливается, потому что есть задачи поважнее. Из-за вот этого долгосрочного прекращения процесса пищеварения продукты, которые у вас там постоянно находятся, они не могут полностью разложиться, и тут же вокруг себя начинают отравлять атмосферу, что приводит к жидкому стулу. Вот такое физиологическое объяснение определения «Медвежья болезнь» и то, почему, когда мы очень сильно испугаемся, нам очень сильно хочется... Ну, в общем, такими были 10 быстрых фактов из необычной книги. Необычные 10 фактов. Три задачи. Ну, три задачи, как всегда, записываю в букнот, блокнот для осознанного чтения, сейчас Новый год на носу. Если вдруг у вас есть в окружении какой-нибудь любитель почитать, то, возможно, это будет одним из наиболее неплохих подарков под ёлку для него. Если не букнот, то любой другой блокнот. Но обязательно, если вы читаете не художку, а какую-то нонфикшн-литературу, старайтесь выписывать 5, 7, 10, 20, 50, сколько сочтёте нужным фактов из книги, а потом на основании этих фактов формулируйте хотя бы одну, лучше две, ещё лучше три задачи, которые вы пойдёте и сделаете. И это будет значить, что, во-первых, вы отложили максимум полезной информации из книги, а, во-вторых, эта информация превратилась в действие и сделала вас чуточку лучше. Прочитав книгу Джули Эндерс «Очаровательный кишечник, как самый могущественный орган управляет нами», я выписал себе такие три факта в букнот. А если про букнот захотите больше прочитать, то буква.info, слэш-блок, слэш-букнот, там у нас всё про него расписано, и фоточек больше. Первое, следить за своим состоянием, это сейчас достаточно модная история, регулярные анализы, чекапы, чтобы предотвратить, было легче, чем лечить. Второе, время от времени пересматривать учебник по анатомии, есть ощущение, что мы совсем ничего о себе не знаем, и в век, когда мы помешаны на продуктивности, какой-то эффективности, личном росте, но забываем о базисе, на котором это всё выстроено, это может стать непозволительным упущением, и осознать мы это можем в тот момент, когда уже ничего не исправить. И третье, прочитать книгу, что скрывает кожа, из этой же серии. А, ещё написал 3а, напомнить другу, чтобы он выкинул старую губку, и регулярно менял её на новую. Таким был проект Читай Быстро, буква.инфо на этой неделе. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте палец куда-нибудь, обязательно напишите комментарий, чего вы про кишечник, как думаете, действительно управляет он нами, или может быть всё-таки это преувеличение. Захотите проверить скорость и осознанность вашего чтения, приходите на буква.инфо, слышь rapid, там можно выбрать, вернее, система вам выдаст текст, вы его прочитаете, ответите вопросы по этому тексту, и получите сертификат с вашей скоростью и осознанностью чтения, а также советы и рекомендации по тому, как эту скорость и осознанность увеличить и улучшить. Блокноты для осознанного чтения, рабочие тетради, смарт-конспекты, софт-скиллы, большое количество обзоров книг, нонфикшн-литературы, уже почти 100 книг мы обозрели. Всё, что связано с софт-скиллами, эмоциональный интеллект, тайм-менеджмент и прочие вещи у нас на блоге, буква.инфо.блог, добавляйте в закладки, если кто-то вообще в 2020 году что-то ещё добавляет в закладки. Ну и инстаграм, буква.инфо, там иногда появляются полезные фотографии, но чаще всего мы сейчас там выкладываем короткие обзоры, у нас появился новый формат, двухминутные обзоры, мы их выкладываем в том числе и в инстаграме. Увидимся через неделю. Будет, да, наверное, уже на следующей неделе будет очень крутая книга, одна из лучших книг в 2020 году, как мне показалось. Читайте книги, слушайтесь маму, хорошего вам дня, пока. Субтитры создавал DimaTorzok